Сегодня в видео вы увидите процесс изготовления модели и формы очень популярного панно с птицами. Наши птицы летят в правую сторону, но для некоторых интерьеров появилась задача изготовить птиц, летящих в левую сторону. Мастер-модели будут изготовлены на 3D принтере. Наш первый комплект птиц мы также печатали на 3D принтере, но если бы у нас не было 3D моделей для печати, мы могли бы отсканировать их. Подробные видео о 3D сканировании вы можете посмотреть по подсказке вверху. Модель нашего 3D принтера Ender 5 Plus. Подробные видео о работе с 3D принтером есть на нашем канале. Вы можете посмотреть его по подсказке вверху экрана. Приступаем к печати. В первую очередь принтер изготовит основу, которая немного шире будущего изделия. Основа будет поддерживать модель. Она печатается в виде горизонтальной сетки, на которую постепенно накладывается сама модель. Печать подложки занимает значительную часть времени. В ходе печати стол остается нагретым, благодаря чему модель остается приклеенной к нему, и это не дает ей сдвинуться с места в процессе печати. Постепенно на подложку накладываются слои модели. Вы также можете посмотреть видео о создании декора на ЧПУ-станке по подсказке вверху. В зависимости от детали выбирается способ создания мастер-модели. На ЧПУ-станке предпочтительно резать детали с плоским основанием, это занимает меньше времени. В то время как объемные детали быстрее и качественнее производить на 3D-принтере. ЧПУ-станок способен вырезать объемную модель только частями, что усложняет процесс ее создания, ведь все изготовленные детали необходимо склеить между собой, довести все швы и только тогда снимать форму. В то время как от напечатанной модели снимается основа, обрабатываются места соединений и модель готова к производству формы. Для ускорения слой при печати достаточно толстый, поэтому в готовом изделии виден рельеф. Так как пластик для печати очень жесткий, он трудно поддается шлифовке, поэтому нашими мастерами было принято решение изготавливать промежуточную форму и доводить до идеала уже гипсовую отливку. Временные затраты значительно превышают стоимость материалов, в то время как отливку из промежуточной формы можно изготовить и довести до идеала за день. На пластиковую модель уходит значительно больше сил и времени. Когда мастер-модели готовы, можно приступать к изготовлению промежуточной формы. Мы используем силикон на основе олова, жесткость по шору 30. На нашем сайте указаны все характеристики данного силикона. Мы используем его во всех проектах. Видео вы можете посмотреть в плейлисте по подсказке вверху. Так как форма промежуточная и будет использоваться для единичной отливки, слой силикона минимальный. Мастер промазывает модель с одной из сторон. Постепенно из силикона выходит лишний воздух. Мастер собирает стекающий с модели силикон до тех пор, пока он не схватится на своем месте. После того, как силикон застыл, модель переворачивается и силикон наносится на оставшиеся места модели. Мастер наносит смесь на всю площадь формы. Кожух необходим, так как слой силикона очень небольшой и при отливке под весом гипса может исказиться изначальная форма изделия. После застывания гипса металлические пластинки вынимаются и кожух разделяется на части. Кожух вместе с формой отделяют от основы. Затем на промежуточной форме мастер делает надрез, с помощью которого будет выниматься отлитое изделие. Кожух закрепляется на форме и мастер производит несколько отливок. Лучший экземпляр отправится на ручную доработку. Кожух разбирается, извлекается отлитая мастер-модель. Так как печать идет в ускоренном режиме, на пластике остаются полосы от слоев 3D принтера, а также теряется рельеф. Все это вручную будет отшлифовано и доработано мастером. Смотря на исходный образец птицы, летящий в другую сторону, мастер приступает к проработке рельефа. Металлическим инструментом прорабатываются борозды на крыльях, а также шлифуются неровности от печати и шов от формы. Когда рельеф и гладкость модели доведены до нужного результата, ее покрывают лаком и приступают к изготовлению финальной формы, из которой будут отливаться изделия. Из гипсокартона собирается опалубка. Швы для герметичности промазываются гипсом. Мастер формирует все стенки формы из гипсокартона, а также фиксирует швы гипсовой смесью. Аналогично промежуточной форме разводится силикон, твердость по шору 30. Для такого объема заливки желательно прогнать состав через вакуумную камеру. С помощью нее из смеси выходит весь воздух, что позволит избежать дефектов формы и всех последующих отливок. Мастер приступает к отливке формы. Смесь заливается в подготовленную опалубку. Силикон льется тонкой струей, так во время отливки выходит оставшаяся часть воздуха. Когда форма визуально заполнена, силикон оставляют на некоторое время, чтобы он распределился и проник во все углубления. Затем, когда масса силикона осела, мастер доливает недостающий объем. После застывания силикона можно приступать к разборке опалубки. Мастер аккуратно отделяет гипсовую смесь на швах, затем отделяются листы гипсокартона. Форма отделяется от основы, равняются все края. Когда форма готова, мастер приступает к изготовлению кожуха. Он будет состоять из стекловолокна и смолы. Из данных материалов кожух будет прочным, долговечным и не даст силикону деформироваться при отливке. На силикон наносится первый слой смолы, затем на непросохшую смолу наносят первый слой стекловолокна по всей площади формы. На стекловолокно повторно наносится смола. Чередуя материалы слой за слоем, мастер формирует прочный кожух. Когда кожух и форма готовы, можно приступать к отливке изделий. Мы в своей работе используем только высокопрочный гипс марки Г-16. Мастер замешивает гипс в нужной пропорции. Гипс заливается тонкой струей в форму, так из него выходит часть воздуха. После схватывания гипса шпателем равняется задняя стенка. Для извлечения отливки сначала форма извлекается из кожуха. Затем мастер достает гипсовые изделия. Каждая птичка впоследствии шлифуется и красится в необходимый цвет. В проектах их чаще всего используют в белом или золотом цвете. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся процессом работы и различными тонкостями изготовления силиконовых форм, гипсовых и полиуретановых изделий. Продолжение следует...